ВОЕННАЯ ТЕХНИКА 2 К концу Второй мировой войны нацистская Германия, СССР и США получили в свое распоряжение полноценные реактивные самолеты. Впоследствии появились и первые гражданские образцы. А сейчас самолеты на реактивной тяге полностью захватили рынок гражданских перевозок. Тем не менее, темпы развития гражданской авиации в середине 20 века были настолько колоссальными, что уже в середине 50-х годов усиленных мира сего появились и первые сверхзвуковые образцы. В условиях гонки вооружений сверхдержавы не забывали о демонстрации собственного превосходства в гражданской сфере. Так родилась идея о создании сверхзвукового пассажирского лайнера. Самые активные исследования в области сверхзвуковых самолетов шли в США, СССР, а также во Франции и Великобритании. Последние две страны наиболее активно работали над концепцией сверхзвукового пассажирского лайнера. Соответствующие проекты появились у них аж в 1956 году. А затем страны решили объединить усилия. Будущая разработка получила название «Конкорд», что с французского языка переводится как «Согласие». В СССР также не сидели на месте. Первый советский пассажирский сферхзвуковой самолет Ту-144 поднялся в небо 31 декабря 1968 года, опередив будущий «Конкорд» на целых три месяца. Советскую разработку постила незавидная судьба. Самолеты проработали в аэрофлоте меньше пяти лет, обслуживая в основном внутренние рейсы. В общей сложности Ту-144 совершил 102 рейса под флагом аэрофлота. Впоследствии один из самолетов выкупило НАСА, и он совершал исследовательские полеты вплоть до 2000 года. Свой первый полет «Конкорд» совершил 2 марта 1969 года, а уже в мае был представлен на авиасалоне в Ле-Бурже. Этот же авиасалон оказался черным для сверхзвуковой авиации спустя 4 года. 3 июня 1973 года во время него произошла первая в истории катастрофа сверхзвукового авиалайнера. Им оказался советский Ту-144. С тех пор советскую разработку преследовала неудачи. А вот «Конкорд» ждала более счастливая судьба. В отличие от Ту-144, он вплоть до нулевых годов не попал ни в одной авиакатастрофе. Несмотря на первоначальную популярность «Конкорда», вскоре стало ясно, что полеты таких самолетов экономически невыгодны. Спрос на береты падал. Кроме того, подобные полеты не окупались, вопреки высокой стоимости билетов и возможности попасть из Лондона в Нью-Йорк за 3 часа. Так «Конкорд» сжигал 8 тонн горючего на тонну полезной нагрузки. При этом так быстро достигать цели «Конкорд» мог в том числе и благодаря потолку полета в 18,5 километров. На такой высоте другие самолеты не летали. А европейский сверхзвуковой авиалайнер мог двигаться напрямую к месту назначения. Кроме того, в процессе выполнения полета самолет «Конкорд» разгонялся до скорости 2150 километров в час. 25 июля 2000 года самолет «Конкорд», принадлежавший компании Air France, разбился через несколько секунд после вылета из парижского аэропорта. Злополучный чартерный рейс 45-90 по маршруту «Париж-Нью-Йорк» вошел в историю в качестве последнего гвоздя в гроб всех «Конкордов». Лайнер рухнул на гостиницу в двух километрах от того места, где в 1973 году разбился Ту-144, главный конкурент франко-британского самолета, созданный в СССР. Позже следствие установило, что куски шины, лопнувшие при взлете, пробили крыло лайнера в том месте, где находился топливный бак. Это привело к тому, что у самолета при взлете загорелся один из двигателей. В итоге «Конкорд» остался без двух двигателей и рухнул. В катастрофе погибли 100 пассажиров и 9 членов экипажа, а также 4 человека, находившихся на земле. Стоит отметить, что шина самолета лопнула, напоровшись на обломок, отвалившийся от другого воздушного судна. Самолета DC-10, который взлетел до «Конкорда». Доверие к «Конкордам» продолжало падать, равно как и спрос на рейсы. Стоимость перелета отпугивала пассажиров. Многие не верили и в безопасность «Конкордов», хотя полная инспекция каждого самолета занимала около года. При этом исследование проводилось в том числе и с помощью рентгеновского аппарата. Агония продолжалась на протяжении трех лет. И в начале 2003 года авиакомпании объявили, что 1 октября они прекращают эксплуатацию «Конкордов». 26 ноября 2003 года сверхзвуковой пассажирский самолет «Конкорд» совершил свой финальный полет. Береты на последние рейсы были раскуплены практически сразу. А итоговая стоимость некоторых из них на специальных аукционах составила 60 тысяч долларов. Так завершилась эра сверхзвуковой пассажирской авиации. А за 27 лет эксплуатации самолет перевез более 4 миллионов пассажиров со всего мира. В июне 2015 года НАСА решило тряхнуть стариной и выделило 2,5 миллиона долларов на исследование особенностей поведения сверхзвуковых самолетов в воздухе и возможности стяжения шума при их эксплуатации. Так что возвращение некогда опередивших время самолетов представляется вполне реальной вещью. Ну а наш выпуск тем временем подходит к концу. С вами по-прежнему была «Военная техника 2» и как будут развиваться события, как всегда, покажет время. Не забывайте подписываться, комментировать, ставить лайки и добавляться в друзья. Всего вам доброго, увидимся в следующем выпуске на канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok